В Харькове существует монополия о жилком сервисе, очень большая, и городские власти не хотят терять эту монополию. То есть, с одной стороны, жители Харькова переплачивают по тарифам, по завышенным. С другой стороны, они не получают должным образом эту услугу. Так вот, вышел закон номер 417 про особливость и правогласность в богатоквартирном будинке. Закон наступил в силу с 1 июля 2015 года. Согласно этого закона, собственниками дома являются собственники квартиры и нежилых помещений в этом доме. Значит, всем собственникам этих домов было предложено, как они будут решать свой вопрос о своей недвижимости. То есть, кто их будет обслуживать и как. То есть, на это дан один календарный год. То есть, до 1 июля 2016 года нужно всем жителям дома определиться, кто и как ими будут управлять. Значит, три формы управления есть дома. То есть, либо они самостоятельно начинают управлять домом без создания ОСМД. Второй вариант был предложен, что создают в доме ОСМД, становится полноценным юридическим лицом. И третий выбирают себе управляющую компанию. Значит, в городе Харькове об этом люди в большинстве своем не знают. То есть, мы создали ассоциацию ОСМД квартал. Это не частная структура, это принадлежит. Это ассоциация жителям домов, то есть, собственникам квартир и жилых помещений. Также мы создали общественную организацию «Центр помощи ОСМД», которая ведет семинары, рассказывает жителям, что их ждет, их законодательные, все законодательные моменты, касательно ЖКХ. Значит, почему мы проводим акцию? В городе саппортируется, чтобы жители выбрали себе управляющую компанию самостоятельно, либо создали ОСМД. Для создания ОСМД, если взять закон про ОСМД, про особливость и про властность, ой, не про особливость и про властность, а про ОСМД закон берем, то там сказано, что для проведения собрания учредительного нужно всех за 2 недели, за 14 дней уведомить письменно, либо письмом с уведомлением. Для этого нужно получить реестры собственников. Так вот, реестры собственников берутся в едином державном реестре в Харькове, это центр на дань административных послуг. Этот реестр существует с 1 января 2012 года до 1 января 2012 года все операции с недвижимостью осуществляло БТИ, то есть в Харьковском месту берут техническую инвентаризацию. То есть нужно жителям домов обратиться в БТИ и получить этот реестр. Значит, как самообращение действует, есть разъяснение Министерства оригинального развития. Значит, номер его 3770, дефис 15, от 21.12.2015 года. Значит, новая Харьковская БТИ отказывается выдавать эти реестры в полном объеме. Во-первых, они стоят достаточно дорого. То есть за справку берут 222 гривны 78 копеек и 15 гривен 94 копейки за каждую квартиру. То есть на среднестатистический дом выходит более 2 тысяч. Для сравнения, на обращение в ЦНАМ вместе с услугами банка выходит 40 гривен. То есть 40 гривен и 2 тысячи. Разница колоссальная. Так вот, для того, чтобы жители могли создать ВСМД, они еще должны покормить БТИ. Значит, хотя сказано об этом разъяснение, что информацию с БТИ получают бесплатно. Но даже люди готовы платить эти большие деньги. Но в итоге они получают не полную информацию, а лишь ее часть. То есть что выдает ВТИ? ВТИ выдает информацию, допустим, номер квартиры номер 6, площадь квартиры 64 квадратных метров, принадлежит физичной особе, либо физичным особам. С этой информацией реально жители не могут создать в доме ОСМД. А если они не создадут ОСМД, то с 1 июля сессия горсовета назначат управляющей компанией. Как частные, так и городские. Поэтому в монополию ЖКХ не хочет нынешнюю власть разрушать. Поэтому делают всяческие отказы, опыты. И сейчас людям предлагают, говорят, возьмите, не устраивает вам такая услуга, откажитесь от нее, не получайте вообще. А как создавать ОСМД? То есть нарушаются законные требования жителей. В Харькове, помимо того, что люди обращались самостоятельно, мы также сами обращались. Это дальше будут суды. То есть мы покажем, что это незаконно. И я думаю, сейчас юрист, адвокат Константин полностью объяснит юридические тонкости всех этих отказов. Да, Константин, пожалуйста. Добрый день. Значит, действительно, существует проблема, вот и отказывается от предоставления информации о собственнике жилья. То есть указывает, что есть квартира такой-то площади, но не указывает фамилию и отчество человека, который является ее собственником. Мотивирует это тем, что она не получила согласие данного лица на разглашение его персональной. То есть что скрывается под этим, на первый взгляд, благовидным предлогом? Я считаю, что это умышленное сокрытие информации, получение гражданами, которые прямо предусмотрены законом. Значит, если мы комплексно проанализируем все законодательство в сфере информации, это и Конституция, это и закон об информации, и закон о защите персональных данных, то мы видим, что во всех случаях закон говорит, что да, персональные данные, информация о личности не разглашается, она охраняется, кроме случаев прямо предусмотренных законом, если это необходимо для реализации прав граждан. Это очень важно, потому что есть общее правило, информация о личности не разглашается, но из него предусмотрены исключения. Третьи исключения должны быть предусмотрены специальными закономами. Так вот, есть специальный закон в сфере управления многоквартирными домами. Законодательство об ОСНД и его особенностях реализации правособственности многоквартирных домах говорит о том, что надо проводить собрание, надо уведомлять жильцов о собрании, надо подсчитывать голоса. Голоса подсчитываются пропорционально площадью квартир, то есть, чтобы собрать собрание, провести его и провести голосование, подсчитать голоса, мы должны знать, а, собственников каждой квартиры, и, б, площадь каждой квартиры. Дальше. Закон об особенностях правособственности многоквартирных домах прямо говорит, что жильцы имеют право бесплатно получать из госрегистров информацию о собственниках жилых и неживых помещений в данном мире. То есть, что мы видим? Мы видим, что специальным законом придут прямо предусмотрено право жильца получить информацию о квартирах в том доме, где он проживает. Для целей управления этим домом в порядке УСФД или им предусмотренным законом способом. Практическое следствие из этого какое? Как мы знаем, есть единый государственный реестр правосненедвижимости, в который каждый из нас может обратиться через Центр предоставления административных услуг. И вот этот Центр предоставления административных услуг такую информацию дает. Это не единичный случай, он ее систематически уже достаточно длительное время. То есть, можно говорить о том, что государственный орган, который правильно понимает закон, он понимает, что граждане имеют право на эту информацию, он ее спокойно предоставляет. Видимо, проблема здесь в том, что единый государственный реестр правоненедвижимости, он просто находится, скажем так, в меньшей зависимости от городских властей. И поэтому он действует по закону. А бюро технической инвентаризации, которая является коммунальным предприятием Харьковского городского совета, оно менее свободно, и оно вынуждено учитывать интересы городских властей. По поводу этого, Артем Борисович уже сказал, действительно, проводится политика по сохранению существующей монополии, то есть, ставится палки в колеса в процессе создания моего семьи. Я еще добавлю, нет ведь никакой разницы. Если я куплю квартиру, после купил квартиру, после 2012 года, мои данные открыты для всех. То есть, любой желающий может их посмотреть, обратившись. Значит, а если я купил квартиру до 2012 года, мои данные закрыты. В чем разница? То есть, у меня что, мои данные не такие стали, или моя квартира не такая стала. То есть, здесь идет трактовка закона однобока. Потому что на сегодняшний момент городским властям невыгодно создание дома ХОСНД для того, чтобы не выходили дома из-под контроля горсовета. То есть, для этого это делается. Город на сегодняшний момент разделен на сектора между действующими чиновниками. То есть, если у вас, у кого-то дом 5 этажей ниже, то, скорее всего, вам достанется управляющая компания коммунальная. Если выше 5 этажей, это дома более рентабельные, скорее всего, вам достанется часто управляющая компания. Поэтому, здесь у жителей осталось очень мало времени для того, чтобы самоопределиться и все-таки свои законные интересы защитить. Потому что, если вам назначат управляющую компанию, во-первых, в течение года вы не можете от нее отказаться. Во-вторых, вы не сторона договора. Сторону договора, с одной стороны, это был подписыватель чиновник горсовета, а с другой стороны, вы. То есть, с другой стороны управляющая компания. А жителей, то есть, вас здесь в этом нет. Но вы обязаны будете платить по тому договору, который они заключат между собой. Для того, чтобы отказаться от этого договора, нужно зависеть, уведомить управляющую компанию. То есть, жителям нужно будет как-то повлиять на чиновника, чтобы он разорвал договор с этой управляющей компанией. Если чиновнику будет подконтрольная эта управляющая компания, либо он не будет как-то собственником, естественно, ему крайне невыгодно будет разрывать этот договор. То есть, это каббала на года и на многие годы. Спасибо. И у нас еще есть комментарии. Светлана Рейдзин, пожалуйста. Здравствуйте. Светлана Рейдзин, хозяйский гражданский форум. Я хочу сделать дополнение и как гражданский активист, и как житель этого города. Я хочу объяснить, почему мы выходим на акцию вместе с инициаторами этой акции, как граждане города, для того, чтобы поддержать. Цель акции – это защитить свое право на выбор. Право на выбор, кто будет обслуживать мой дом. Потому что я хозяйка своей квартиры, я хозяйка своего дома. И я хочу действительно защитить данное законом мне право, выбрать, как этот дом будет жить. Поэтому мы все вместе провели переговоры со всеми общественными организациями города Харькова. Нас поддержали не только общественные активисты, нас поддержали политические партии, потому что это касается каждого. Мы все заинтересованы в том, чтобы мы сами стали собственниками и хозяевами своих жилищ. Поэтому мы выходим защитить свое право, право на наш выбор. Точнее, можно сделать. То есть все равно целью практически является получить разрешение городских властей на то, чтобы бы ты… Вот это правильно? Да, да. Потому что городские власти, нарушая закон, решили, что они могут кому-то разрешить создать ОСМД, кому-то не разрешить. И совершенно принцип их выбора совершенно непонятен. Они не объясняют, почему. Одним они дают документы правильные, другим они не дают информацию. Мы против такого, мы не понимаем таких вещей. Мы понимаем, что, естественно, все нужно решать правой воли. Акция – это способ обратить внимание властей и жителей города. У нас осталось очень мало времени на 1 июля. Конечно же, мы в судах будем доказывать свое право в правовой плоскости. Но мы все понимаем, что суд – это 2 месяца как минимум, в лучшем случае. Но наши суды при необходимости могут принять решение через полгода, а то позже. Таким образом, тоже ограничивается наше право на наши выборы на создание ОСМД. У нас нет просто другого выхода для того, чтобы обратить внимание и горожан, и власти. знаешь проблему. И дело в том, еще, собственно говоря, какая проблема существует при создании ОСМД. Вот смотрите, мы все здесь граждане. Я посмотрела, я решила создать ОСМД в своем городе. Как это сделать? Прошел год, со стороны нашей власти не было никаких таких серьезных усилий, оказанных, для того, чтобы дать знания людям, как это сделать. Не было оказано помощь. Собственно говоря, ликбез и обучение людей объяснением закона, их прав и как работает ОСМД, этим занимались общественные активисты, депутаты. Люди, которые просто этим заинтересовались, взяли на себя обязанности городской власти заниматься созданием ОСМД. И при этом городская власть не только не помогает этому, она еще и пытается защитить свои монопольные права, не выпустить из своих рук это право на свой доход. А на сегодня ОСМД есть? Сколько их реально созданы? Сейчас в городе Харькове около 400 ОСМД. Раньше городская власть была заинтересована в создании ОСМД, потому что была государственная программа, когда приходило указание на областную администрацию, о том, что вы должны в этом году создать столько-то ОСМД. Областная администрация вызывала в себе мэров городов, поселковых советов, там где есть многоэтажные дома, и давала указание, что вы должны в этом году сколько-то создать. И они создавались. То есть у нас народ инертный к закону. Поэтому до выхода закона номер 417 власть городская как-то способствовала. Была ли даже программа, когда выделялась бюджет до 50 тысяч гривен на первый ремонт. Да, это было не деньгами, а какими-то подрядными работами, с тем, что да, большие откаты в городе, все мы это знаем. Но тем не менее, что-то жителям перепадало. Сейчас не перепадает вообще ничего. То есть департамент жилищного хозяйства работает в обратную сторону. То есть когда некоторые активные люди приходят, приходят к нам. Мы ходили в департамент, там сказали, что это очень сложно, не надо создавать. Это на вашем плече сейчас ляжет ремонт дома и так далее. Так вот в законе в 417 сказано четко, что собственник дома ответственен за состояние дома. То есть жителям в любом случае придется ремонтировать свои дома самостоятельно, либо с помощью городских властей, либо с помощью государства в целом. Но то, что они будут ремонтировать, в любом случае это так. То есть дома сейчас стали коллективная частная собственность, согласно этого закона. Поэтому, а и так же самое, департамент жилищного хозяйства на сегодняшний момент утратил свою сущность. Потому что у нас нет уже департамента частного сектора. А многоэтажные дома это коллективное частное имущество. Поэтому департамент на сегодняшний момент даже не нужен. Но сейчас это будет массировать... Вот смотрите, кто у нас департаментом жилищного хозяйства руководит? Нехорошков Роман Борисович, все мы знаем. Кто руководит отделом, который называется по контролю за ЖК, ЖСК, ВСНД? Евакум, Белянский, Александр и так далее. То есть я могу долго рассказывать всю эту цепочку. Что это клавки, люди позаходили. Поэтому они не хотят отпускать то, чего они зарабатывают. И зарабатывают достаточно неплохо. Когда я обратилась к поисковому редактору, загуглила, как создать РСНД в Харькове, я решила у себя в доме создать РСНД. Единственная информация, которая в интернете содержится по рекомендациям создания РСНД, помимо закона, его закона, который мы все можем прочитать как граждане. Роман Нехорошков в 2012 году раздавал очень много интервью и рекомендаций. Было много телепередач, об этом писала пресса, как создать РСНД. Все эти материалы оказались с 2012 года. За этот год есть единственное интервью, где Роман Нехорошков рассказывает о том, что мы проводим очень много работы по помощи создания РСНД, по обучению наших граждан, как это делать. Можно мне кто-нибудь из присутствующих в зале сказать? Есть ли кто-то знаком с такой информацией? Потому что курсовер помогает, курсы организовал, помогает граждан, проводит разъяснительную работу. Я вам могу сказать, что вы чуть-чуть тут не договариваете, точнее, за незнанием не договариваете, о том, что ежегодно, ежегодно бюджет города Харькова выделяет денежные средства, конкретно статья, на создание РСНД. Вы об этом знаете? Не знаете. Вот надо попросить наших нынешних депутатов, которые сегодня, там, седьмого созыва, пусть они напишут запрос в городской совет, и узнают, какие средства выделены конкретно на создание РСНД. А эти депутаты, которые исчисляются сотнями тысяч. Ну, вопрос в том, что год истекает, год данный закон, и никто не знает, действительно, сколько в нашем городе создана сегодня РСНД. Потому что класс не сделала нити на Варшаву для того, чтобы помочь людям объяснить, образовать и подсказать, как это сделать. На сегодняшний момент, оказывается, вот я буквально недавно узнала от Романа Нехорошкова, опять же, в интернете, о том, что Горсовет занимается помощью гражданам в создании РСНД. Каким образом? Оказывается, при Академии городского хозяйства в течение этого года были организованы курсы по обучению, созданию РСНД, и всем окончившим эти курсы выдается прямо сертификат, что этот человек может быть сертифицированным специалист по созданию РСНД. 80 дней проходит обучение, и курс на курс берется 30 человек. Вот я не знаю, сколько курсов за год они нигде не публикуются данных, сколько же человек получили от курсовета такой сертификат, и точно нет данных, сколько из них после этих курсов создали РСНД. Вот, это и вся помощь была от курсовета. Ну, даже если допустить, что каждый из них создал в своем доме РСНД, но все равно это капля в море, потому что в городе Хатья более 8 тысяч на квартирных домах, поэтому это не работа, это именно замыливание. Смотрите, я хочу уточнить, ну, первое, Артем, я, наверное, тебя предупреждал об этом, Анна Петровна, еще, наверное, месяца три или четыре назад, да, что проблемы у вас начнутся. Вы об этом знали, я вам говорил, что в любом случае сегодня те самые занятия, про которые говорится, это и ассоциация, которая сегодня создана при Харьковском курсовете. После приказа 417-го задача, задача, которую поставит Гернес своему окружению, чтобы шелком сервис плавно перетек либо в созданные коммунальные предприятия, либо в СНД, которые будут созданы, они должны быть абсолютно под влиянием той ассоциации, которую создал именно курсовет. Поэтому сегодня я считаю, что акция это правильно, но могу вам сказать сразу, что ни судами мы тут не поможем ничему, потому что суды сегодня мы понимаем чьи, мы знаем, кто сегодня контролирует суды, абсолютно все в городе Харькове. И думаю, что здесь эта акция должна конкретно заканчиваться тем, что мы должны задать вопрос начальнику Горбэтии нехорошего, лично в его кабинете, что это за дела, почему не дают информацию, это первое. Второе, почему вы ставите палки в колеса тем людям, которые хотят быть свободными от вашей кабалы. И сегодня вы должны на каждом шагу повторять то, что я вам говорю. Сегодня есть многомиллионные, 800 миллионов долга сегодня, которые накоплены в жилком сервисе, которые могут аккуратно, тихо, похорониться, эти деньги украли, все об этом пытаются замалчать. А вы должны говорить, рассказывать людям, для чего вы создаете ОСМД. И напоследок хочу сказать, то, что опять же говорил Артему, я не хотел бы, чтобы в городе существовала только ассоциация ОСМД квартал. Я бы хотел, я думаю, многие хотели бы, чтобы в городе, мы же уходим от монополии, поэтому мы должны призывать сегодня всех создавать ОСМД, призывать создавать всех управляющих компаний, чтобы опять же господин Кернес, умеющий хорошо манипулировать, не обвинил потом вас в том числе в том, что вы хотите устроить монополию и конкретно загнать всех в ассоциацию ОСМД квартал. Поэтому здесь вы тоже должны быть очень осторожны. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Вадим Почарников. Я вот, Дмитрий, на очень правильные слова сказал, хочу его поддержать. Я представляю общественную организацию Компас, но кроме этого живу на Северной Салтовке в микрорайоне Интерн-Цена Лист, и у нас там около 12 домов, и все согласились делать ОСМД. Новые дома получили уже информацию, потому что у них после 12-го года, а мы старые дома столкнулись с системой этой БТИ. Мы заплатили деньги, в понедельник нас вызвали получать информацию, мы пришли, нам даже ее не дали, вот так на расстоянии в эти ОСМД показали, сказали, что там есть ссылка на закон на персональных данных, говорят, если вы хотите деньги назад свои получить, 1600 гривен мы заплатили, то пишите отказ от вашего запроса. Но мы отказались, сказали, мы не будем пока ничего писать, и получать не будем, придем, значит, в телевидение, мы будем советоваться, значит, с коллегами. Но проблема вся в том, что у нас даже в микрорайоне на Северной Салтовке, кроме противостояния БТИ, противостоит нам же связывание с ней структуры, в том числе и застройщик, которые ходят по квартирам и рассказывают глупости о том, что СНД продаст ваши квартиры и так далее, и тому подобное. То есть, настраивают людей против. С этим мы поборемся, а вот в БТИ есть действительно проблема. И вы знаете, мы прекрасно, я прекрасно понимаю и мои коллеги, что на самом деле здесь не закон трактуют по-другому наши власти. На самом деле, мы знаем, что они просто саботируют, потому что квартплаты это достаточно огромные деньги на самом деле. У нас в микрорайоне, когда было 8 домов всего, уже около 90 тысяч собирают квартплаты. Представьте, какие деньги в Горсовете. Поэтому, согласен с Дмитрием, если мы пойдем судами, ведь им надо идти, но это будет очень долго. Давайте как-то объединяться. Мы вот вчера и позавчера на горячую линию кабинета министров отправили запросы из двух разных домов. Просылайте еще кто-нибудь, у кого есть такие проблемы, чтобы капала вода и точила камень. Давайте... Какие запросы указывали? Там, кстати, очень я удивился, потому что люди в курсе, были достаточно подкованные по этому закону. Они спросили у нас полностью адрес, инициативную группу, получили ли мы информацию из Держи-Естра, все записали и сказали, что какой район города, где находится БТИ, все уточнили, сказали, что с этим будем разбираться. Но даже девушка сказала, знаете, первый раз такой запрос поступил. Я предлагаю Артем говорить, что раньше губернатор влиял на это дело. Давайте обращаться к губернатору. Пусть он влияет на горсовет. Тем более, что Харьковское близкое бюро техничной инвентаризации это не лично предприятие господина Кернеса, это предприятие городской громады на самом деле, раз оно коммунальное. Фактически, этот директор нам же громаде, не выдает данные и получает зарплату фактически из бюджета. То есть, его надо, во-первых, прилюдно как бы это освещать, его, ну как сказать, пристыдить его, наверное, как-то влиять, но надо массово. неправильное слово. Для Кернеса пристыдить это смешно говорить. Дмитрий, я не буду пристыдить. Да, и продавец всех. Нехорошка, это, надо как бы ты, посадить мусорный бак и прокатить, и все. Смотри, я секунду добавлю еще. Я приглашаю всю общественность города Харькова, то есть, политические организации, общественные движения, различные, просто жители города, прийти и выборать свои законные права, потому что только объединившись, власть нас слышит. Власть всегда боится объединения людей, поэтому по одиночке мы никогда ничего не добьемся, только объединившись. Поэтому давайте забудем все там, у кого какие обиды есть, у кого какие обиды есть, объединимся и пойдем одним фронтом. У нас есть один общий враг, одна общая проблема, и мы должны добиться своего. То есть, наше дело правое. Есть еще вопросы, комментарии. Это у меня вопрос, о каком числе отказов предоставить информацию ведет лечит? У нас 7 отказов лично по ассоциации 8D квартал. То есть, инициативная группа обратилась к нам, то есть, написали доверенность на то, что мы можем получить. Мы обратились на Центр на задание административных послуг, там получили реестр, обратились в БТИ, заплатили за это деньги и не получили информацию в полном объеме. Там нам также самопредложили, либо вы отказываетесь и мы вам возвращаем деньги, но за услуги банка никто не возвращает. Услуги банка это платилось наличкой, то есть, это жители платили. То есть, вернее, мы платили от имени жителей. Поэтому, это была наличка, собранная людьми там на месте. То есть, либо люди сами приходили, платили, либо нам дали такую возможность. То есть, это людские деньги. не возврат, они залазят в карман вот этим всем пенсионерам. БТИ как-то комментирует отказ? БТИ на сегодняшний момент, кто не знает, по контролю, на Кириллу Керпусу полностью. Для того, чтобы получить какой-то реестр, сейчас нужно звонок либо Кирилла Керпуса, либо его отца Геннадия Керпуса. На самом деле, директор Дегтярев, он там ничего не решает. Он просто де юра директор, а де факто распоряжается. я понимаю, что говорят в БТИ? Коментарии, они ссылаются на законно-персональные информации. Но они никак его не раскрывают. Они говорят, мы просто по законно-персональной информации вам не дадим. И все. Хотя у нас есть реестр, где люди до 2015 года получали, у них есть бумажные у нас ответы. То есть до этого получается закона не было или одного как-то его трактовали. Как только городским властям стало не выгодно создание в СИД, потому что мы раскрутили эту тему, люди массово пошли обращаться. То есть мы пытаемся разбить эту монополию в жилком сервисе. И они там испугались. Они сначала взвентили большие цены, но когда даже цены не остановили люди, люди продолжили обращаться, они первые некоторые человек люди получили. У нас есть ответы неположительно получили. Результаты полного все данные полного объекта. Вы говорите о семи отказах, которые в рамках создания ВСНД в вашей ассоциации? отказах у нас есть помощь ВСНД. Люди туда обращаются для того, чтобы создать висунный. Дальше мы людям помогаем информационно, какие нужны документы и так далее. Если люди выносят на общем собрании желание стать членом ассоциации, обслуживаться в ассоциации, это их неоправа. Есть некоторые, которые просто мы хотим создаться и попытаться самостоятельно. вы говорите о семье отказах, которые вы знаете о том, что... Это конкретно наши. А вообще в каком количестве отказов? Я знаю, что их больше ста есть людей, которые подтверждены, которые к нам приходили. И были, которые обращались через нас, были, которые обращались самостоятельно. Парень, который выступал, только что он обращался самостоятельно. И рядом дома вместе с ним тоже обращались самостоятельно. У них та же самая ситуация. То есть это не вопрос квартала, это вопрос массовый по всему городу Харькова. Мы мониторим систему по всей Украине, то есть мы общаемся со многими такими же ВСМДшниками, как и мы. Так вот только в Харькове существует такая проблема. В других городах люди без проблем берут. Также я сразу напомню, что нам пришлось регистрироваться через Киев с помощью народных депутатов, потому что в Харькове мы не смогли зарегистрироваться. Было прямое указание ассоциации не регистрировать. А УСМД балки в колеса максимально, что сейчас и происходит. Не регистрировать ассоциации, мы когда подавали, нам ответ выдавали, у вас неправильно поданные документы. Когда я спрашивал конкретно, покажите, где неправильно поданы, мне отвечали, что мы не обязаны ничего вам отвечать и хотите в судебном порядке. А сейчас вообще регистрационная служба стала карманной. Если кто не знает, это департамент, регистрация стала. Он починен, получается, городской гармонии. А в Харькове это починено мэру, починено близкому окружению. То есть сейчас для того, чтобы загистрировать предприятие, нужно получить решение вышестоящего человека, который этим все вкорюбит. Спасибо. Есть ли еще вопросы, комментарии? Если нет, спасибо, будем заканчивать. Напомню, что акция состоится 18 апреля. Это по неделе 3 часа дня у стен городского совета. Спасибо. Спасибо. До свидания.